Сейчас мы будем писать образ Христа. Вы видите материалы, которые нам понадобятся. Вы видите несколько красных. То есть тут и английская красная, и краплак розовый прочный. Как всегда мы мочим холст для того, чтобы произвести быстрый набор краски на холст. Чтобы сухость холста не препятствовала. Мы берем в данном случае бирюзовую и английскую красную, или охру красную. И быстренько, быстренько избавляемся от белого холста, давая как бы фоновую подкладку под будущий платок, на котором уже будет изображение. Эта задача не очень ответственная, поэтому работаем быстро, мы не пытаемся быть слишком деликатными, то есть благоговение, которое мы испытываем перед написанием иконы, само собой. Но сейчас у нас очень рабочая задача, которую мы быстро-быстро проходим, подготавливая все для написания лика. В живописи маслом мы начинаем от того, что сзади, и движемся к тому, что вблизи, сзади у нас фоновое пятно, на него легла ткань, со своими складками, а уже на ткани изображение лика. Поэтому вот эту грубую задачу мы делаем грубым, быстро. краски на холсте немного, ровно столько, чтобы мочь докладывать без излишней фактуры. Когда человек начинает писать, он начинает видеть разницу в количестве краски. В одном случае, в другом. Вы видите, мастихин, распределяя краску по холсту, не создал практически нагромождений краски. Значит, там краски столько, чтобы мастихин не создал нагромождений. Это узлы ткани, которые подвязаны в узел и дают нам такие складки. Эти узлы, вероятно, подвешены на какое-то крепление. Это больше эстетические задачи в букване. Впереди образ, который, собственно, и есть наша цель. Мы знаем, что образ в середине, находится в центре, в середине ткани. Поэтому зеленый и красный в пользу красного мы набрасываем в центр, зная, что вот здесь у нас точно это изображение. То есть нам не обязательно делать линейный рисунок. Мы делаем сначала пятно. Облако. Облако будущего образа. То есть мы не пытаемся сразу дать линейный рисунок. Мы делаем пятно. Облако будущего образа. Вот волосам даем более темный. Расширяем, как нам кажется, в некоторую меру. Ну, даже с некоторым припуском на еще возможное расширение. Лучше нам, чтобы нам белым потом не пришлось обрезать лишнее. То есть мы как бы делаем зауженный образ для того, чтобы мощь еще расширить и уточнить силуэт волос. Ну и головы, в принципе. Вот вы видите, у нас появляется красный в разбиле. Немножко с краснотой или с охрой. Вернее, с желтотой или... Красный в разбиле, немножко с желтотой или охрой. То есть, как бы сейчас пока все в рамках двуцветности. Краснота охры красной или английской красной. И зеленца, и холодок бирюзовой красочки. Вы видите, глаза мы набрали как некие очечки. То есть, некие глазные впадины, в рамках которых будут уже искаться глаза. Усы и борода тоже создают некую тень. Поэтому вместе они составляют достаточно темноватое пятно. Первый намек на губы. Тоже мастихин придавил краску. Где-то вы видите, где-то даже перебор краски. Ее можно сбрить с холста. Вот таким образом. Вот таким. Вот я сейчас сбриваю лишнюю краску. Даже не лишнюю. Просто сбриваю краску с щек, с кул. И мы видим продрись холста. Ну и мы видим первые... Первые намеки на освещенность. Вот таким образом, держа мастихин, мы можем более точную работу производить. Обратите внимание, как я держал мастихин. Под носом, галочка теневой под носом. Она встречается практически на всех иконах Христа. И в принципе на подобных ракурсах и освещенности в светском портрете. Прежде чем нарисовать целый глаз, с его рыбкой глаза, мы поставили две точечки и пытаемся поставить их так, чтобы они в принципе уже смотрели из теневой глазных падин. Все это очень рабочие моменты. Мы делаем первый грубый набросок образа. Наша задача... Еще вам скажу, что мы, когда набирали влагу на холст, чтобы нагнать краску, мы добавили к разбавителю масло леново, которое не дает возможности краске стать, стать вязкой и сухой. Благодаря этому леновому массу. То есть мы целый день в принципе можем гонять краску по холсту без... И не встретим помех со стороны вязкости или сухости. Это выгодно отличает нашу работу от работы на дереве такими материалами, как темпера или акрил. Вот поэтому я прямо настоятельно рекомендую начать делать первые шаги с масла. Вот губы, видите, подбородок чуть светлее. И все это в рамках тенистости места, где волосяной покров на лице. То есть это место у меня уже темнеет, чем без волос и не станет на лице. Самое темное место на брови здесь, ближе к переносице. Я их обозначаю. Я не рисую сразу крылья бровей. Я делаю акцентное место, ближе к переносице. Вы видите, я кистью как бы выедаю краску из холста, оставляя следы нижнего века, верхнего века. И вот только теперь появляется намек на рыбку глаза. Верхнее века более выраженное, нижнее века почти не выражено. То есть не сразу рыбку глаза, такую амбразурку, нет. Сначала легкий намек. Но в этом легком намеке уже угадывается взгляд, угадываются черты улика. Верхнее века имеет складочку касательно надбровной. И тоже, видите, она тихо-тихо, еле-еле я ее поставил. Я не пытался сразу делать рыбку глаза, что делают очень многие неопытные. Я имею в виду вообще в портрете. В данном случае у нас задача портретная, но это уже иконопись. Я не буду говорить о том, что... Нет, я могу сказать, конечно, о том, что иконопись — это благополучный результат в иконописи. Это, конечно, благоговейное отношение к тому, что делаешь. Но без перебора, без того, чтобы... Без католической жеманности, я бы так сказал. То есть в простоте сердца и с благоговением. Вы видите, мастихином продолжаю, где надо, выедать лишнюю краску, чтобы засветились светлые места, освещенные места на образе. Все пока очень приблизительно, совсем приблизительно. Чем больше будет этой недосказанности при благообразии лика, тем больше взгляд молящегося или просто предстоящего перед иконой сможет сам дорисовать благополучное в образе. Мы не должны сделать невозможное. То есть перед нами задача написать образ Бога. Задача, в принципе, невозможная, но возможно сделать намек, некое угадывание. Конечно, образ не должен. Должен обладать чертами святости, угадыванием черт святости и, конечно, не должен иметь в себе ни холода, ни иступленности. Ни строгости даже, но взыскательности. То есть мы знаем, что Бог – любовь. Любовь всегда и ко всем. И даже чем заблудшая овца, тем больше любовь. Поэтому всякий смотрящий не должен угадать в лике прокурора. Видите, кончиком мастихином можно дать некоторый намек на множественность волос. Все это достаточно грубое, рабочее, рабочий набор краски на хвост. Рабочее отношение к лику. То есть мы еще будем с ним... Опять же, если бы мы писали бы темперой или акрилом, каждое движение фиксировалось бы при высыхании и становилось бы навязчивым в изображении. Здесь масло, мы можем все изменить, все переделать, все перестроить сейчас, немедленно, не дожидаясь процесса высыхания. То есть у нас сейчас есть возможность даже в принципе все убрать и снова начать. Если у нас, ну не пошло. То есть мы снова сделали тоновое пятно образа и снова начали. Поэтому я говорю, что рекомендую маслом, поскольку вы целый день можете, гоняя краску по холсту, уточнять и пытаться выполнить задачу благополучно. Ну, некоторую волнистость лосандаю. Вы видите, я держу кисточку как бы параллельно холсту. И таким образом... Ну, это хорошая хорошая привычка. Советую вам приобрести эту привычку. Чаще держать кисть не перпендикулярно холсту, а параллельно. Вот мастихин. Конечно, мастихин это в большей степени инструмент сегодняшнего художника. Классики больше пользовались кистями. Но мастихин сделал ряд открытий технических моментов в джори-писи. Конечно, сейчас очень много художников пользуются вот этой железкой. Можно, видите, даже наметить некоторый рисунок волос. В каком-то случае вот такую прядь можно было приоставить в конце. А в каком-то случае дополнить ее уже густым мазком по-сухому, скажем. Но вот видите, мастихин делает интересную укладку волос, которую кистью можно было дать только фактурой. А мастихин просто вырезанием краски на холсте добивается такого интересного эффекта. А главное, вы быстро проходите сложную задачу и снова сможете возвратиться к решению главной задачи. Жест руки человека очень легко справляется с подобными вещами. Вот кисть руки может не справиться с деликатной линией, а жест руки справляется. Поэтому мастихин дает возможность жестом руки решать тонкие задачи. Ну, как вы видели, это все происходило на волосах. Ну, что-то мне понадобилось усилить в темности, что-то ослабить. Я опять упразднил рисунок резьбу волос и опять ее возвращаю где надо. Иногда мы просто даже не знаем каким путем подойти к изображению. не знаю. Нет. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. когда он в этом образе узнает своего соседа или соседку. То есть наша задача аскетично подойти даже к натуралистичному образу, который мы сейчас пишем. Образ в данном случае натуралистичен, то есть это не аскетичная икона а-ля Рублев, а-ля Дионисий, а-ля Феофан Грек, а-ля византийская иконопись. То есть это натуралистично-академично, но должно быть при этом аскетично. То есть мы не пишем ни себя, ни узнаваемый образ приятного нам человека. Мы пишем образ Христа, образ святости. И в принципе, когда мы пишем образы других святых, мы тоже пишем образ Христа. Меняется длина волос, борода, длина бороды. Может быть какие-то иконографически узнаваемые черты еще. Но в принципе мы пишем образ Христа, ну как бы немножко с другими чертами. Потому что святые пытались уподобиться Христу. Поэтому научившись писать образ Христа, образ Богородицы, как женский лик, образ Христа, как мужской лик, мы в принципе уже подходим к тому, чтобы быть способными работать в иконописи и решать задачи самые разнообразные. Ну а когда английский образ, то естественно много встречаем задач с английскими образами. Поэтому вот три главных подхода к мужскому образу, он как правило в фас, к женскому образу, он как правило в три четверти. Ну вот хорошо звучит в три четверти. Возвышенно звучит, ну как бы духовно изящно звучит в три четверти, женский образ. Поэтому многие иконы Богородицы именно в три четверти. И образ ангельский. Ну и здесь можно и в фас, и в три четверти. Но выучить можно основные параметры святых ликов. Мужской фас, женский в три четверти. И мы практически становимся... У нас появляются универсальные средства для изображения. Когда мы выучили, когда мы поняли. Мужской фас, а женский в три четверти. Сейчас я добавлю... Уже по-сухому. Вы знаете, что мы уже второй сеанс пишем. Вот. Я уже по-сухому укладываю небольшой слой краски, уточняя складки. То есть при том, что она достаточно мощно кроет. Вы видите, кроет мощно. Вот. Но это небольшой слой краски. Как бы лисировочный, так называемый. Ненапрасно я штрихую сейчас против складки. Еще раз вы видите это. То есть я сначала в длину раздаю светлые полосы. Потом в ширину расштриховываю их. Давая обозначение цилиндрам, полуцилиндрам, которыми закручиваются ткани. Ткань это цилиндры, которые стоит штриховать вот по цилиндру. Вот сейчас по цилиндру. Вы видите, как по-сухому удобно уточнять. Я вот сейчас уточняю силу этой головы. Притом вы видите, что все буквы, которые я нарисовал, чуть-чуть видны. То есть они не исчезли. С лица холста. И мы в любой момент можем их восстановить. Они чуть-чуть просвечиваются сквозь небольшой свой краски, которые я положил. Но теперь мы их можем положить точно. Уже на конкретное изображение. Что мы и делаем. Вы видите кисть, которую я использую. Это плоская кисть, которая имеет короткий ворс. Которая где надо дает широкую линию, вы видите сейчас. А где надо тонкую, потому что кисть плоская и может дать в том числе и тонкую линию. Ворс лежит такой. Вы видите какой. Где надо тоньше, где надо толще. Эта кисть прекрасно справляется с этой задачей. Вообще набор инструментов и в светской живописи, и в иконописи должен быть большим. То есть у вас должны быть кисти на все случаи жизни. У вас должен быть мастихин универсальный и не универсальный. У вас должно быть предостаточно инструментов, чтобы работать. Мало того, если вы застряли с каким-то инструментом, сильно долго им пользовались, значит что-то не так. Значит, либо вы вообще застряли в какой-то задаче, либо вы забыли сменить или подобрать нужный инструмент для решения другой задачи. Тоже краски немного сейчас на холсте. Вы помните, как белилами укладывалось это. Но я уже имею мотив, намек на линию, которая осталась от первого слоя. Чуть-чуть ее уточняю. Тоже, видите, делаю не очень жестко. То есть она все еще разбеленная, эта линия. То есть это не чернота, но такой полутон. Скажем, буквы, вот видите, сейчас намного мощнее выражу. Хотя это тоже не черно. То есть вообще не увлекаемся сильно большими. Контрастами. Не увлекаемся ими. Ну вот я к линии нимба добавляю небольшую светлую полосочку, которая сделала темную линию тоньше и чаще. Намечаем крест в нимбе. Благодарим, я великий, я ради слави Твоей, я. Вы видите, линия оставалась, и я ее просто сейчас навожу уже как бы навсегда. Я, конечно, рекомендую вам писать на холсте, начинать учебу, начинать исследование этой задачи, иконописи. Начинать на холсте для того, чтобы вы могли долго расследовать ту задачу, испытывать, расследовать ту задачу, которую вы делаете. Холст в силу своей зернистости, в силу проблем и возможностей масляной живописи дает, у нас появляется очень большой ресурс и временной, и технический, на то, чтобы выяснить, что важно, что не важно в иконописи, научиться видеть иконографично. Ну, видите, я сейчас обрезал буквы снаружи светлым, и они стали четче. То есть не пытайтесь буквы темным нарисовать от и до, чтобы они уже были идеальными. Лучше их подрезать фоновым пятном, обычно светлым, уточняя. Это мой совет. Лучше сделать так. Так вот, на холсте, благодаря масляным краскам и маслу, которое мы подливаем в разбавитель, или используем масло во втором сеансе, как в данном случае было, и в третьем, это была икона, и писалась не два сеанса, а три, с просыханием, вот, мы каждый раз имеем возможность, ну, практически целые сутки, не меняя подкладки, то есть у нас нижний слой сохраняет свою надежность. Если мы куда-то не туда свернули, не точно стали выполнять, мы всегда можем вернуть первый слой. Вот, вы видите, сейчас я готовлюсь к работе уже в третий раз по-сухому. То есть у меня второй слой высад, и я сейчас буду работать с третьим слоем по-сухому. И опять возвращаясь к лику, я маслом натер, вот, то, что я рукой делал, я натер маслом, и сейчас я дополняю штрихами волосы, буду дополнять свет и теневые линолики. Вы видите, кисть, которую я взял, это плоская кисть, у которой есть тонкое ребро и широкое ребро. Если я слишком жестко положил, вы видите, я пальцем помогаю. Помогаю, как бы, войти линию в среду. Вы видите, пальцем затер, и след от линии остался, но он уже вошел в среду. От того, что я пишу сейчас, писал сейчас сразу все волосы. Я не пытался сначала на макушке сделать волосы или ногу, а потом уже внизу. Я практически набираю их сразу все. Я вижу общие ситуации. Я вижу, где мне сделать акцент, где мне усилить обострение контраста, а где, где, наоборот, успокоить. И вам рекомендую работать сразу со всем пятно волос. Не пытаться разобраться сначала с лобовой частью, а потом сразу со всем. Видите, я сейчас деликатно, очень деликатно уточняю линию глаз, линию верхнего века. Выгиб верхнего века больше, чем нижнего. Центр выгиба верхнего века смещен к переносице. Нижнего века от переносицы. Если понятно, что я сказал, то расследуйте этот момент. Вы встретите это и в светском портрете, и в образах. Это нюансы, которые мне лично там понятны. Которые, может быть, уже от опыта. У вас будет первый опыт. И, может, вы тоже будете делать подобные уточнения. Здесь уже надо расследовать. То есть, общая схема вы видите, а это уже дальнейшее расследование. Вы видите, что я снизу подрезаю зрачки. А с левой стороны, который источник света, с которой делаю, ближе к зрачку сверху. И вот это надо немножечко осмыслить, понять, ощупать в работе. Вот, слезнячки вы видите, я намечаю. То есть, прямо посмотрите в зеркало, как у вас это. У вас примерно так же. И посмотрите, как плоскости переходят одна в другую плоскость. Носовой части переходит. Ну, в общем, посмотрите, как ведут себя плоскости и свет на них. В принципе, это, конечно, надо расследовать. Смотреться, усвоить, распробовать на холсте. И в итоге пользоваться этим, даже без материала. То есть, когда не надо даже срисовывать. И так ты знаешь, как ведет себя плоскость. Ведут себя плоскости. Стени на свету. И при разных переходах. Я сейчас усилию акценты света на выпуклых частях клуба. В иконах часто усиливают вот эту. Вот эти две дорожки. Они, как некоторые, проторенные слезами. Как там, поймы рек или что. В общем, они у святых часто сильно выражены. Ну, я не знаю, для того ли, чтобы показать, что святость это и слезы. На скулах, возле глаз тоже усиливают свет. И он тоже сиятельность дает образу. Ну, вот видите, художник вроде как решил... Достаточно сделанная работа. Вы видите, это все было не быстро. У вас же есть возможность вплоть до целый день пользоваться подвижностью краски. Пока она не застыла. Мне понадобилось, может быть, по часу, полтора на каждый сеанс. Ну, и вот перед нами готовая икона. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok